Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и многие наверняка сейчас подумали, что это новая серия веселых объявлений, но все совсем не так. Дело в том, что буквально вчера в своем инстаграме, в сторис, кстати, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, то советую подписаться, потому что там много чего интересного и эксклюзивного, я создал опрос о том, хотели ли бы вы, чтобы я записал эдакое видео, где раскрыл некоторые карты, потому что вы знаете, что я люблю интриги. Когда я присматриваю себе новый автомобиль, я обычно до последнего об этом умалчиваю, ну, за исключением каких-то редких случаев, и потом как бы интриги, 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 показываю машину, ну, как-то это так все время происходит. Но сегодня я решил немножечко приоткрыть карты и показать вам то, что у меня находится в избранном, потому что ежедневно я трачу действительно большое количество времени за тем, что просматриваю различные объявления с тачками, то есть это могут быть автомобили, которые я потенциально рассматриваю к покупке, либо что-то вот как бы редкое, выгодное, а вдруг что-то вот прям появится, я такой пойму, блин, я хочу, потому что очень часто такое бывает, и вообще в целом я изучаю рынок, для меня это интересно очень, сейчас, конечно, на рынке происходит полный пиздец, об этом мы, наверное, поговорим в том числе сегодня, и, в общем, я решил показать вам то, что находится у меня в избранном, то есть это могут быть автомобили, которые до сих пор продаются, я, соответственно, прокомментирую каждый автомобиль, и также автомобили, которые уже проданы. Если честно, я долго думал, как же лучше вот это все сейчас показать, чтобы красиво смотрелось, здесь есть вот как бы возможность справа отобразить все, что у меня находится в избранном, и еще вот здесь есть вот как бы вот так вот полосочка, поэтому я думаю, что мы будем смотреть здесь, я буду открывать каждое и буду комментировать. Друзья, всем приятного аппетита от этого куша, всем приятнейшего просмотра, мы начинаем. Итак, первый автомобиль Mercedes ML63 в кузове 164, что же он здесь делает? На самом деле здесь весьма интересная история, потому что ML63 AMG в 164 кузове рестайлинг, это та тачка, которая мне действительно очень нравится, и я ее на самом деле практически купил до своего гелика, то есть за неделю до гелика я был почти готов к покупке такой же ML, только черного цвета, но потом понял, что я все-таки хочу гелик. Это все дело было в конце 18-го, начале 19-го года, и собственно говоря, сейчас я не то чтобы хотел бы, наверное, купить, потому что ну как бы нет смысла совершенно, мне безумно нравится этот автомобиль, но он просто мне ни к чему, зачем мне он нужен, по сути непонятно, но он мне очень нравится, плюс я изучаю рынок и смотрю, как бы что там происходит. Машин все меньше, потому что опять же это все-таки легенда, скажем так, тот же мотор, что и в цешке, 6.2 атма, настоящий как бы AMG-шный, трушный V8 атма, и скажем так, это какой-то прям вымирающий вид, их действительно крайне мало на рынке, и как бы какие-то живые экземпляры появляются крайне редко, и плюс ко всему ценник опять же подскочил сейчас на все. К слову, ML-ка 63-я черного цвета, которую я практически купил в конце 18-го года, она тогда стоила ровно миллион рублей, у нее был меньше пробег, чем у этой, здесь плюс я еще там по отчету ДТП одно увидел, ну короче так, вот это чисто, знаете, больше для само... ну как это, не саморазвития, просто чтобы понимать, что происходит, мне действительно это интересно знать, и как бы вот ML-ка это, ну она все-таки симпатичная, даже в белом цвете в принципе ничего, хотя если бы я вот прям хотел, я бы взял черного цвета, так что эта ML-ка, я просто смотрю, как долго она будет продаваться, это тоже очень интересный момент для меня всегда, то есть если я вижу, что автомобиль потенциально хорош, мне интересно, за сколько он уйдет, хоть это и не ликвид жесткий, то есть кому нужна ML-ка 63-я, 510 сил, огромный расход, огромный налог, как бы автомобиль не свежий, плюс стоит как бы ну миллион триста, это прилично, миллион двести пятьдесят, так что просто вот наблюдаю, скажем так, но быть может как-то все-таки вот так вот получится, что этот автомобиль, этим автомобилем я повладею. Следующий автомобиль, который находится у меня в избранном, это Mercedes SL55 AMG в кузове R230, до Рестовы это тот самый SL, наверное, который мне нравится больше всего, и их тоже очень мало, даже как бы не то, что в каком-то хорошем состоянии, просто в целом автомобилей все меньше и меньше, а тачки, которые появляются с маленьким пробегом, по типу сорок тысяч километров, какие-то уже, ну реально коллекционные варианты, стоят там по пять миллионов, по четыре, и вот просто недавно появилась SL55 в продаже, которая в принципе вроде как вот, ну, состояние цена пробег соответствует какой-то реальности, потому что я опять же говорю сейчас от того, что на рынке происходит полная дичь, даже на самый жесткий неликвид, который раньше никому не нужен был, сейчас машины, там не знаю, по цене в полтора раза дороже, нежели они стоили раньше, забирают даже самые неликвидные варианты просто как пирожки, поэтому я как бы добавил посмотреть, как быстро она уйдет, у меня действительно есть мечта о Кабрике, просто о каком-то относительно бюджетном, и в принципе лучше за полтора миллиона, условно, чем SL55, который мне в плюс ко всему нравится, ничего и нет, поэтому я так присматриваюсь, а вдруг как бы и что, вот машина появилась 6 апреля, 4 дня прошло, пока ее не продали, хотя сейчас сезон, я думаю, что эта машина уйдет относительно быстро, потому что по фотографиям все очень свежо, конечно, я не особо понимаю, зачем нужно было на этой тачке менять руль на более свежий, потому что теряется как-то вся общая концепция того времени, 2002 год, там, да, был страшный руль, но хотя бы это выглядит как бы, ну, по-настоящему, я люблю, когда все на своих местах, и на таких машинах все должно быть около стоковое или стоковое, поэтому этот SL действительно выглядит привлекательным, быть может, если ценник еще будет пониже, я им конкретно заинтересовался бы, потому что я действительно хочу какой-нибудь кабриолет, а опять же повторюсь, за такую стоимость ничего не найти, хотя машине, конечно, 20 лет, но 5,4 компрессор, по сути, тот же самый мотор, который стоит у меня в 55-м гелике, я думаю, что эта тачка очень эмоциональная, и в целом меня действительно привлекает этот кузов, причем именно в серебристом цвете, он смотрится прям максимально изящно. Следующее объявление, вновь ML-ка, вновь белого цвета, только, правда, на Воссенах, меня это очень сильно смутило, но меня здесь заинтересовало следующее, машина изначально продавалась за 1 400, а потом резко цена снизилась до 1 200, и как раз-таки вот здесь вот появился комментарий, цена до 20 00 07 04, я весь день смотрел, что там происходит, потому что мне было интересно, заберут ее или нет, без торгов, обменов и прочей мути, вся информация, кто первый приедет, тот не уедет, утром уезжает в трейд-ин. Честно, я так и не понял, кто-то ее реально успел купить, или тачку сдали в трейд-ин, но вариант вроде как живой был, 1 200 000, видимо, это нормальная цена на данный момент за такой автомобиль, хотя, опять же, я сразу вспоминаю ML-ку черную, с пробегом, по-моему, около 90 тысяч, с одним владельцем 10-го года, который продавал с конца 18-го за 1 миллион рублей. Но, увы, сейчас автомобили действительно даже, вне зависимости от того, что они стали старше, они стали все равно дороже. Так что ML-ки я активно мониторю. Не знаю, зачем, то есть у меня как бы нет такой вот мысли в голове, что вот, ну, может быть, знаете, вот если бы условно какой-то вариант просто выгодный появился, я бы, наверное, взял, потому что машина мне очень нравится, и очень хочется на ней покататься хотя бы какое-то время, а брать ее как бы по рынку, или брать там, ну, вот что-то искать прям специально, такого желания нет. Так-так-так, а вот тут вот виднеется RS6, сейчас расскажу, что к чему. И наверняка сейчас многие подумали, что это моя бывшая RS6, но на самом деле нет. Она действительно очень и очень похожа, но вот в салоне, как минимум, мы видим Alcantara панель затянута, то есть моя, у меня такого не было, а остальное, в принципе, кстати, реально-то все в... все один в один, но единственное, если приглядеться, у нее нет проекции, у меня была проекция, и нет ночного видения кнопочки, поэтому комплектация чуть попроще. И у этого автомобиля интересная история, по крайней мере, которую я вот слышал. Опять же, я не хочу сейчас ничего наговаривать, вот я сейчас рассказываю то, что вот я только лишь слышал. Просто дело в том, что этот автомобиль продавался еще тогда, когда я искал себе RS6. Это, то есть, получается, начало 2018 года. И продавалось до, по-моему, конца 20-го, начало 21-го. То есть, два года автомобиль, даже три практически года, автомобиль стоял в автосалоне, и его никто не покупал. Я слышал об этом автомобиле, что он как бы попадал в серьезное ДТП. Опять же, может быть, это слухи, но с другой стороны, опять же, вот Alcantara панель обтянута, может быть, как причина. Я не наговариваю, не знаю. В итоге автомобиль был куплен, потому что я следил, как долго он будет стоять. Все эти, там, два с половиной года у меня был в избранном. Автомобиль был куплен, и потом через буквально недели-полторы он снова появляется в продаже уже от частника. То есть, либо, может быть, человеку просто не понравилась машина, а может быть, он узнал, как бы, что с ней было только лишь после покупки и решил продать. В общем, я просто посмотрел, и она как бы вновь продалась еще, по-моему, чуть дешевле, нежели продавалась в автосалоне. Довольно-таки, кстати, быстро. При этом, при всем, у машины пробег не очень-то большой, 24, что ли, тысячи километров. Но, опять же, может быть, насчет, там, ДТП это все неправда, потому что у машины там бьется действительно только ДТП по боку, и здесь даже вот приложены фотографии, что это была царапина по левой стороне. Но, быть может, что это просто еще одно ДТП, которое было, только незначительно. Короче, я не знаю, я ничего не наговариваю, вот просто вот так вот объяснил, почему эта тачка у меня в избранном. А мы двигаемся дальше. На самом деле, вот здесь вот даже сверху написано, что в избранном у меня 236 автомобилей. То есть, это тачки, которые я добавлял на протяжении, наверное, последних трех лет. Если вам в целом зайдет эта рубрика, и, допустим, эта серия наберет 25 тысяч лайков, то в ближайшее время я запишу вторую часть, где покажу еще более позднее объявление. На самом деле, там очень большое количество автомобилей, различных, просто максимально различных, в том числе и те, которые я подбирал там для Колеса Фортуны в реальной жизни. Вообще, все, наверное, вот последние истории за три года, что мне было интересно. Поэтому, в любом случае, друзья, все будет зависеть от ваших лайков. А теперь я предлагаю посмотреть еще четыре автомобиля. Ну что, друзья, теперь тот самый случай, когда мне действительно придется приоткрыть некий занавес, потому что наверняка сейчас многие не понимают, что вообще здесь делает Bentley Continental GT второго поколения. Если мне не изменяет память, я об этом никогда не говорил вообще, что я хотел бы купить именно второго поколения Bentley именно с мотором 4 литра. И сейчас расскажу, что к чему. На данный момент это самый дешевый Bentley, четырехлитровый. Опять же, это очень важно. В моем случае именно второе поколение. Не первый. Не нужно путать его с тем, которые продаются по 800 тысяч, по миллиону рублей. Это второе поколение, совершенно другой автомобиль. То есть, может быть, внешне он, конечно, похож, но это следующее поколение вообще машина 12-го года, не 2004-го. И мотор 4 литра. Дело в том, что это тот самый мотор, который устанавливается в RS6, в RS7 и в S8. И когда у меня была RS, когда я уже с ней прощался, у меня в голове появилась мысль, что я хотел бы сделать один из самых быстрых Bentley Continental GT. Потому что все для этого есть. И сейчас, возможно, многие подумают и скажут, Санек, но ведь есть 6-литровый W12 на 600 плюс сил в стоке, зачем брать 4-литровый на 507 сил? Дело в том, что тот самый W12, которых как раз-таки большинство на этих Bentley, потому что люди, когда покупают такой автомобиль новый, они хотят получить сразу максимум. Их не волнует потенциал автомобиля, они этим не занимаются. И как бы многие не понимают, что лучше взять V8, вот этот вот надежный, просто максимально, самый надежный, наверное, мотор, который можно представить для тюнинга. И его раскочегарить так, что 6 литров будет оставаться позади даже после чипа. И как раз-таки в этом весь и интерес. И получается следующая ситуация, что этих машин меньше, и на вторичке они, как правило, стоят чуть-чуть дороже, нежели 6-литровые. То есть, автомобиль покупается новый 6-литровый дороже, чем 4-литровый, а со временем на вторичке стоит дешевле, чем 4-литровый. Интересная ситуация. В общем, у меня действительно несколько раз возникала в голове мысль сделать быстрый Bentley. Таких автомобилей я не припомню, особенно в России, поэтому сейчас, может быть, кто-то услышит это и реализует уже, как бы, ну а шо, я, по крайней мере, это сказал. Короче, у меня несколько лет есть мысль. Потому что, по-простому, можно сделать этот автомобиль Stage 2+, как у меня была RS, получить 750-770 сил, и это будет самый быстрый Bentley. Никакой стоковый Bentley так не поедет, как поедет Stage 2+, 4-литровый Bentley Conditional GT. Всё. Максимально простой алгоритм для того, чтобы сделать действительно едущий Bentley. То есть, автомобиль мне совершенно не нравится, ну, как бы, особо не вызывает никакой восторг, но мне кажется, это прикольно, потому что RS6, RS7, S8, это заезженная тема, а Bentley быстрый. Странно звучит, да я так акцентирую внимание. Просто Bentley не быстрый, особенно 6-литровый, это не быстрый автомобиль. А 4-литровый на Stage, это быстрый Bentley. А можно сделать ещё Stage 3, получить 850 сил и, возможно, выехать из 10 секунд квотор. Так что, возможно, кто-то подхватит мою идею, потому что вряд ли я, тем более, в ближайшее время это реализую. У этой тачки есть потенциал, потому что все агрегаты от RS. Так что, как-то так. А вот теперь, наверное, будет громко сказано, но этот автомобиль в кое-то степени не даёт мне спокойно спать. И как бы сейчас мне на самом деле придётся довольно-таки много проговорить, чтобы объяснить ситуацию. Продаётся SL, уже 231-й кузов, 63-й, это 5,5 битурбо, стоки 564 лошади, машина 2013 года. У автомобиля пробег 22 тысячи километров и продаётся он за 6 миллионов рублей. И на самом деле у меня уже была такая очень близкая история с SL-ем, именно с таким же, ну, я имею в виду не с этим, а с вот этого поколения, именно вот этот 63-й. Когда, перед тем, как я этот, блять, опять вспомнил, расстроился. Короче, перед тем, как я купил Porsche, я рассматривал другие кабриолеты и в Питере стоял белый в продаже. И что вы понимали, в 2016 году этот автомобиль с таким же пробегом такого же года стоил где-то типа 5. 4 500, нет, 4 500, наверное, 5, наверное, он стоил. Прошло время, автомобили подорожали. Сейчас на рынке толком этих SL-ей нет, но почему же именно этот вариант мне нравится? Дело в том, что автомобиль не стоковый. И он довольно-таки интересно сделан, потому что он был отправлен в Германию на автовозе в ателье G-Power, о котором я, честно говоря, особо не слышал до момента, пока не увидел это объявление. Написано, что был сделан стейдж 2, но на самом деле был сделан стейдж 3. Просто дело в том, что я немножечко уже переписывался с владельцем этого автомобиля, он его выставлял еще осенью, мы с ним немножечко общались и я так понял, там мужчина в возрасте, который вообще сделал тюнинг и особо даже может быть, ну не то, что не понимает, он как бы захотел увеличить мощность, у него были финансы и возможности, он отправил автомобиль в Германию, сделал это и его особо не волнует, что там конкретно сделано и как машина едет до 100, 100, квотер, но действительно есть график здесь в фотографиях, на котором автомобиль на стенде показал 818 сил и 1186 крусящего, что в принципе как бы много. И на всякий случай напомню, что при этом при всем автомобиль родстер, то есть у него складывается жесткая крыша, то есть можно как бы вот, ну кабриолет, собственно говоря, двухместный и у автомобиля задний привод, то есть это ну очень эмоциональный автомобиль. Я, честно говоря, не нашел никакой информации, чтобы в России делали SL63 в этом поколении Stage 3, чтобы посмотреть, как он едет, но я думаю, что это очень быстро. При этом у машины маленький пробег, видно, что она аккуратненько обслуженная, как бы, и судя по всему на ней ни разу вообще толком не гоняли, не вжаривали, и здесь очень много привлекающих моментов, кроме цены, потому что все равно это жесткий неликвид, и, наверное, если бы эта тачка как-нибудь вот я увидел, что очень сильно бы снизилась в цене, я бы сделал, наверное, все возможное, чтобы попробовать это купить, потому что это реально эмоциональный, очень мощный и очень опасный кабриолет. Ну, типа 818 сил, задний привод, это, наверное, идеальный вообще кабрик, который я мог бы представить в своих мечтах. То есть эта тачка ехала бы 100-200, наверное, ну, быть может даже быстрее, чем моя М5. Но это не точно. Наверное, нет. Но все равно быстро. Очень быстро. И я бы хотел это вот-вот-вот ощутить. Это действительно машина меня привлекла, но очень дорого. Здесь максимально простая история, даже надолго, если честно, не хочется здесь останавливаться. GLE 63S купе, который, не сказать бы, что бы мне прям очень сильно нравится, но я просто как-то что-то типа вишневого сока вечерком выпил и понял, что хочу семейный автомобиль, кроссовер быстрый, ведь у меня был X6, это было круто. Увидел этот GLE в продаже, он действительно был по хорошей цене, его очень быстро забрали, но это все-таки просто как бы размышления скорее. То есть ну нет, ну типа какова вероятность, что вот я все-таки бы его купил? Вот ладно бы там, например, мы продали C-шку, как-то пришли там с Олей к мнению, что вот как бы может быть действительно кроссовер быстрый и вот взамен, но плюсом нахера как бы. Но автомобиль хороший, мне нравится как выглядит и GLE купе, и GLE обычный, плюс я действительно скучаю по X6M, который у меня был, для меня это такое, ну этот автомобиль оставил положительное впечатление, такая золотая середина, я все время называл этот автомобиль, потому что он ехал, и это был кроссовер, и он мне во всем нравился. Поэтому я думаю, что GLE не хуже, плюс как бы BMW был, надо попробовать Mercedes. Ну возможно как-нибудь в будущем. Ну и последний автомобиль, который я покажу, это BMW M2 Competition, которая появилась, ее забрали за 10 часов. За 10 часов забрали этот автомобиль, потому что его выставили за 5 миллионов 250 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, машина просто новая. 2019 год, пробег 900 километров. На роботе как бы комплектация здесь уже не играет роли, потому что сейчас происходит такая дичь на M2, на M3, на M4. Сейчас вышли новые M3, M4. И не всем понравился этот автомобиль, плюс он стоит космос, а старые перестали выпускать, M3 вообще перестали поставлять к нам в 2016 году. Это как бы вообще просто редкость, чтобы встретить M3 хорошую в продаже. А M4 выросли в цене где-то на лям. А M2 тоже выросли в цене, потому что новая M2 сейчас стоит 7. Хотя когда я покупал M5, M90, у меня была мысль взять M2 Competition, она только появилась, она стоила тогда со скидками, мне предлагали что-то по-моему 4.7 новое. А сейчас просто выхватывают просто вот за 10 часов машину за 5.250 пробили, ну она как бы новая, реально. Ее просто купили сразу же, потому что их просто разметают. Сейчас это максимальная редкость и то, что раньше казалось не ликвидом, который теряет в цене, сейчас просто вот-вот просто сметают по, я не знаю, то есть эта тачка была куплена где-то за 4.7 в свое время, на ней особо не поездили, продали за 5.300 за один день. Вот как-то так. В общем, у меня прям куча фильтров стоит на М2, М3, М4, там и на механике, и не на механике, на механике тоже в Питере появлялась машина, у меня она в избранных есть, потом если что покажу. Ладно, все, не буду спойлерить, в общем, у меня действительно много чего интересного, если вам действительно понравился подобный формат, то, пожалуйста, поддержите эту серию лайком, напишите в комментариях, что, Санек, продолжай, потому что есть что рассказать, что показать, что пообсуждать, опять же, плюс ко всему некоторые такие занавесы приоткрываю из своих мыслей, там, из своих мыслей по проектам, я даже не знаю, из своих мыслей, чего я хотел бы купить, вот, как-то так, в общем, друзья. Подписывайтесь на канал СтопПРВ, не забывайте нажимать на колокольчик, до новых встреч, всем удачи, и всем пока-пока, друзья.